Позитивные и негативные чувства На самом деле это просто чувство, которое мы испытываем в зависимости от ситуации Чувство это маркер того, насколько нам комфортно И негативные чувства возникают тогда, когда нарушаются либо границы, либо человек не получает удовлетворения своих каких-то потребностей Позитивное чувство это то, когда мы откликаемся на радующее нас событие, на впечатляющее нас событие То есть это просто проявление согласованности человека с тем, что происходит вокруг него Есть хорошая фраза, не умеешь изменить ситуацию или не можешь изменить, измени отношение к ней А человек может контролировать вообще какие-то свои эмоции и возможно негатив для себя делать и превращать в позитив? Это возможно, только не нужно делать это, ну скажем так, специально Нужно сначала для того, чтобы работать с чувствами, для того, чтобы экологично с ними обращаться Нужно осознавать то, что есть То есть их природу понимать Да, даже если это негативные чувства, понимать и признавать, что да, я сейчас злюсь, гневаюсь и так далее Вот для того, чтобы понимать, что за этим стоит Потому что за каждым чувством стоит какая-то потребность, какое-то желание человека И только потом уже можно задуматься о том, что можно с этим сделать Обиду отпустить, трансформировать и так далее Но это уже следующий этап Это уже следующий этап Если брать по вот этим этапам работы со своими чувствами Какие этапы проходит человек? Потому что не сразу такие все рождаются У нас есть такая система накопления Мы по чуть-чуть, по чуть-чуть, а потом она уже когда накопления По максимуму мы уже начинаем понимать, что мы злимся Либо мы радуемся, либо что угодно, плюс или минус Вот очень верно вы подметили Потому что самый первый этап это осознание И вот осознание как раз-таки помогает тому, чтобы не накапливать Не накапливать это не укладывать все в себя, в психосоматику, в заболевание А осознавать прямо здесь и сейчас И тогда эти чувства не будут разрушительными Как для здоровья, так и для отношений Потому что, например, на здоровье влияет то, что мы удерживаем это все внутри Не осознавая, удерживаем А здоровье это психологическое здоровье или здоровье некоторых органов, даже из всего тела? Да, это касается и тела Потому что психосоматические заболевания, к которым относится ишемическая болезнь сердца Желудочно-кишечные заболевания Бронхиальная астма Ну и многие-многие другие Они в своей основе имеют психосоматическую природу Ну, то есть это либо удержание длительное время каких-то переживаний Причем это могут быть и переживания так называемого положительного спектра То есть не позволение себе радоваться, не позволение получать удовольствие То есть так тоже можно навредить себе Конечно А вот теперь как быть со своими чувствами Чтобы и, как сказать, в обществе не выглядеть дураком Который все время ха-ха-хи-хи Вроде бы дает себе волю на любые чувства Тут плачет, тут скачет, как говорят Как здесь быть? Как контролировать себя и понимать, где вот эта золотая середина? Ну, скорее вопрос не о контроле Вопрос о такой честности с самим собой Осознавать свои чувства, те, которые возникают в данный момент времени То есть это самое первое, самое главное Когда мы осознаем свои чувства То тем самым мы не даем им укладываться внутрь В тело, в привычки, в болезни и так далее А дальше уже, если человек научился такой вот саморегуляции То тогда дальше есть выбор То есть либо об этом можно и нужно говорить, если это уместно Либо говорить, но попозже Но очень важно для того, чтобы это было экологично Для общения, для здоровья, выбирать форму Какая может быть форма? Какие варианты? И, во-первых, это во-первых Во-вторых, теория, она всегда красивая Хотелось бы узнать еще как бы на практике Людям, которые привыкшие сковывать себя во всем В движениях, в эмоциях Как им раскрепостить себя? Возможно, есть какие-то упражнения, не знаю, перед зеркалом Просто что-то себе понимать, как быть и действовать в той или иной ситуации Ну, первый вопрос о форме Вот так вот, самая простая формула, самое простое правило Это говорить «я» сообщениями То есть говорить о себе, о своих переживаниях Что я на данный момент злюсь, я на данный момент досадую Я на данный момент раздражаюсь Не говорить о другом человеке, а говорить о себе Вот это первое Второе, вот по поводу того, вот как обращаться со своими чувствами Если они длительно уже зажаты, да И действительно, вы правильно замечаете, что в таком случае Человек как будто бы сковывается и телесно в том числе И это так называемый телесный панцирь Телесный зажим возникает Вот первый этап, он достаточно простой Нужно замечать то, что происходит со мной на данный момент времени Замечать, отслеживать свои переживания Как я реагирую на те или иные события Вот потому что без этого Без этого, без того, чтобы научиться слышать себя, свое тело Свои переживания Ну, просто раскрыть, раскрепостить тело И сознание тоже просто невозможно Часто в отношениях один человек хочет помочь другому Раскрепостить себя, потому что вот видит эту зажатость Которая возникла в связи с какой-то ситуацией С травмой психологической, да А как здесь себя вести, чтобы помочь родному, любимому человеку Либо просто, там, другу? Как в этой ситуации действовать? Ну, к вопросу помощи нужно относиться аккуратно Потому что... Чтобы не навредить, да? Помощь уместна тогда, когда на нее есть запрос Да, потому что настичь и причинить счастье Это не всегда будет уместно Вот, и если есть такой запрос То опять-таки, как могу помочь? Да, и я могу просто поддержать Я могу просто выслушать Если это не специальная беседа, допустим, с психологом Да, если это бытовое общение Если это семейное общение То это просто слушание Ну, самый эффективный Самый доступный из всех видов помощи В нашем общении, в нашей жизни То есть выслушать и выразить свои переживания По поводу того, что там Поддерживаю, сочувствую, понимаю А по поводу эмоций, которые... И чувств, которые есть в нас Мы говорили о том, что они негативно, позитивно влияют, да На организм Соответственно, какое может быть влияние наших чувств на других людей? Тоже же негативно и позитивно Как здесь быть, как здесь контролировать, чтобы не навредить другим? Ну, вы знаете, вредят отношениями, вредая другим людям Те чувства, которые мы наслаиваем Например, вот что-то простое, допустим Какая-то несогласованность в отношениях И возникает раздражение Если об этом сказать, то это вряд ли разрушит отношения А если, например, чувства давние Ну, допустим, у меня возникло раздражение На своего начальника Я это долго копила, копила Потом пришла дома, домой И вот по какому-то поводу На близких это выплеснуло То есть неадресные чувства Те, которые хоронились долго, потом они выплескиваются Вот этими чувствами можно навредить Ну, потому что... А вот как раз по поводу вот этих чувств Неадресных В плане того, что кто-то, скажем так Их нам активно накапливает А кто-то их активно получает от нас Как здесь быть? Как себя контролировать? Или может какую себе дать мантру, настрой Что человек, который эти чувства у нас порождает Он же и должен узнавать о них А не мы выливаем потом это на других Чаще всего на близких Не обязательно узнавать Важно, чтобы каждый человек сам для себя понимал Кому это направлено, кому это адресовано Вот, и не все чувства нужно выражать и проявлять Вот есть те, которые нужно проговорить здесь и сейчас Есть те чувства, которые нужно оставить себе Но важно при этом о них себе сказать Вот, есть несколько таких вот техник Которые называются техниками самопомощи То есть если что-то волнует И я не могу это выразить, да, конкретному человеку То тогда об этом можно написать Об этих чувствах и эти чувства можно выразить при помощи какого-то рисунка То есть любые телесные упражнения Вот когда говорят, что там Пойди в спортзал, да И займись какой-то физической работой Собственно говоря, они работают точно так же Они помогают тому, чтобы выплеснуть те чувства Которые не могут быть выражены другим способом Вот, и тем самым мы бережем своих близких Своих близких, но и себя, по сути, не накапливая это все И еще, и еще Но можно, если мы идем домой Понимаем, что внутри багаж, да Который не относится к нашим близким То можно об этом просто сказать Предупредить, что я раздражена Что мне сейчас не очень хорошо Вот это вас не касается Ну, то есть для того, чтобы Вот так вот экологично обойтись со своими родными Которые будут понимать опять-таки природу Некоторых ненормальных отношений И не будут принимать это на свой счет Что это их касается Ну что ж, будем надеяться, что каждый возьмет себе на заметку Ваши советы Спасибо большое за то, что к нам сегодня пришли в студию Как всегда интересно и полезно Друзья, следите за своими чувствами И за тем, чтобы они адресно попадали Или может и не надо, а не никому Просто выплескивайте их при помощи спорта или творчества Все в ваших руках